Вот уж точно, где жизнь закружилась в танце, так это в клубе активного долголетия. Яркий акцент на шляпке, праздничные аксессуары и, конечно, бальные платья. Все как на настоящем балу, только не простом, а новогоднем. Здесь даже княгиня Голицына с князем и графиня Шереметьева станцевали полонез. Себя чувствую вот такими вот вдохновленными, оживленными. Возраст не чувствуется, хотя в это долголетие я в Голицына попала только вот ровно месяц. Ну и как к этому балу мы готовились. За три дня вот это платье необыкновенное в этом центре. Я увидела людей, которые своими руками могут сделать все. Какие-то фигурки, кто-то шьет, кто-то вышивает. Это меня вдохновило. Да так сильно, что Татьяна теперь не перестает активничать. Участвует во всех мероприятиях, танцует зумбу, поет, занимается йогой. Благо клуб все это позволяет совершенно бесплатно. Мне кажется, жизнь только началась. Теперь этих красавиц иначе как девушками не назовешь. Ведь о возрасте и проблемах им думать некогда. Валентина на балу впервые наряд придумала сама за пару дней. Столько же времени ушло на изучение танцевальных па. Я хочу сказать, не надо сидеть дома. Будьте активными, позитивными. Будет хорошее настроение. Это настроение передается нашим детям. Меня дети и внуки не могут застать дома. Говорят, бабушка, когда же ты бываешь? Я говорю, хорошо, что вы подросли. И уже не нужно уделять столько внимания. Я занимаюсь собой. Эти дамы впечатлили даже стильных и изысканных звезд, которые открыли новогодний бал. Вы знаете, понятия возраста вообще не существует. Возраста точка нет. Вот главный девиз всех нас. Было бы здорово, если бы были семейные. Не именно родители с детьми, как мы все привыкли. Мы в школе ходим, в детском саду. А именно взрослые люди с еще более взрослыми. Вот такую историю придумать. Где вся семья будет. Да не мама, папа и я. А бабушка и мама. А я, это смотрит, сидит, болеет за бабушку с мамой или с папой, с дедушкой. Вот на трибунах. Пусть так будет. Давайте. Мы тоже за долголетие. Нам бы тоже хотелось так в шляпах лет через 30-то тут поскакать. И та же глава округа не удержался. Станцевал на балу. А также поздравил активисток с Новым годом. Каждый раз, когда я прихожу сюда к вам, у меня 100% ощущение, что у каждого из вас появилось второе дыхание, что вы находите себя, находите реализацию и в спорте, и в искусстве, и в творчестве. Вы каждый раз приобретаете новых друзей, вы заряжаете всех позитивом, энергией, все свое окружение, делаете жизнь вашего окружения лучше, красивее, интереснее. Проект «Активное долголетие» уже привлек к своей ряды больше 1600 человек. И эта цифра будет только расти. Все это лишний раз подтверждает, что начинать никогда не поздно. А «Адинцовское долголетие» теперь не только активное, но еще талантливое и безмерно красивое. Влада Шишова, Артем Ломоносов, телекомпания «Адинцова».